потихоньку будем выбираться отсюда люди прыгают с обрыва либо кого-то например сбрасывают чем плохо в крыму это то что очень плохой интернет у меня например мтс и я просто вообще без сети я как позвонить я могу но буду написать sms но у меня интернет полностью отключен у нас отключен интернет в яндекс авто ну кто как кроме ален борис у меня выручит в итоге у нее билайн кое-какой интернет есть но и мы с вами приехали в новое место мы же двигаемся сами дальше двигаемся сами в поселок марина и это у нас получается замок а имени манджены не доезжая буквально симферополя нескольких километров ну и давайте сами пройдем поближе посмотрим на нее помещик василий гнутов был первым владельцем этой усадьбы так мы с вами на территория позади господского дома разместилась конюшня и хозяйственное сооружение вокруг дома был обустроен парк с чудеснейшими тополинами аллеями а также фруктовый сад перед главным входом возведен фонтан с овальным бассейном подъезд к имени графини манджены украшали железные счетчатые ворота ворота сейчас конечно не решетчатые ворота сейчас собственно он там какая-то у нас есть калитка и собственно ворот у нас обычные алюминиевые а вот что-то типа фонтана здесь возможно остатки и остались сейчас мы подойдем поближе в результате революции 1917 года национализировали данную усадьбу и замок манджены был перепали профилирован под детский дом лечебно-санаторного типа после великой отечественной войны полуразрушенную усадьбу установили и сделали в ней детский дом восстановительные работы начались в 1947 году позже здание выдали комнаты местом нуждающихся в жилье а когда они уехали замок обезлюдил окончательно после войны в 70-е годы данную усадьбу выдали местным жителям для жилья затем после их выселения уже в 70-е года здесь хотели сделать гостиницу и ресторан но к сожалению этой мечте не суждено было сбыться в 90-е годы также была попытка сделать здесь ресторан гостиницу но также все не венчалась успехом и собственно с того времени эта усадьба и в разрушенном состоянии и находится и все рушится 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 по архитектуре очень напоминает постройки например каких-то древних турок или что-то связано с грецией возможно из-за того что это земли когда-то и принадлежали им возможно и по архитектуре решили приблизиться к этому также немного это все очень напоминает заброшенную усадьбу квитка из-за специфики местности также это отражается на постройке если например наших широтах около москвы мы видим основном какой-то кирпичные постройки и где были связаны они например какой-то изысковой глиной то здесь мы видим а постройку больше блочного типа из мы можем видеть еще собственно изготовлены эти блоки то есть это какая-то основа песка возможно какие-то знаю но это вряд ли опилки но может быть песок и глина в общем если у кого есть какое-то понятие вообще пишите в комментариях дополняйте меня мы с вами вошли внутрь этого башня сверху у нас опалубка стропилы уже у нас упали мы видим сами такие отверстия для печи это вот у нас вначале здесь от внизу есть а дальше у нас вот есть на втором этаже там у нас дальше уже третий этаж идет есть крыша отсутствует он кто-то пришел но мы сами идем дальше здесь вот помещение должно было быть зал отсутствует крыша привет все отлично здесь у нас было окно там у нас был вход вот еще одно окно очень здорово сохранилась облицовка стену что дорогие друзья давайте сами потихоньку будем выбираться отсюда и будем двигаться с вами дальше к нашей конечной точке в марина ну что друзья теперь я вам сделаю небольшой тур по деревне марина собственно это вот наш дом гостиница парус и мы с вами попадаем на киевский переулок я открыл карты чтобы вам наглядно по названию рассказывать где мы идем и мы с вами вышли на перекресток туда у нас идет зеленая улица это одна из главных улиц поселка марина сюда у нас поперечный перевод по которым буду как варламов делать обзоры на поселке деревне поселок марина точнее деревня такой стандартные стандартные такие деревни по сути дела если вот показывать виды то можно подумать что это деревня в подмосковье но идя мы слышим море мы понимаем уже что что-то идет не так вот и ближе подходя к морю открывается прекрасный вид ты понимаешь это далеко москвы в деревне смесь отелей частных домов и все постройки в основном сделаны из из бетона сделаны в основном из кирпичей либо каких-то блоков в силу обстоятельств климатического характера так что здесь практически вообще в этих местах нет домов из бруса а мы вышли сами на улицу морская это вторая из главных улиц деревни марина и здесь открылся недавно новый магазин маринский но он был в прошлые года но в этом в этом году произошла какая-то у него реконструкция и он очень классно сейчас выглядит прям такой лакшери сейчас мы зайдем внутрь и мы даже забудем о том что мы находимся практически в двух тысяч километрах от москвы а в этом магазине можно набрать воду 4 рубля стоит один литр также есть кафешка очень вкусная еще вроде них там написано что есть бильярд но мы него ни разу не играли и не видели возможно у них того втором и в доме это находятся заходите добро пожаловать отель парус и мы с вами попадаем в на кухню сейчас мы с вами проведем небольшой такой рум-тур и в общем мы сами попадаем в кухонное пространство давайте пойдем сбоку здесь у нас есть холодильник новейший офигенный классный дальше у нас такое большое пространство для приготовления у нас здесь все есть даже есть кофемашина у нас есть различные тарелки у нас здесь есть разные кастрюли и разные тарелки ножницы у нас даже есть чтобы мясо отбивать у нас есть скалка здесь есть все здесь и чисто очень раковина вот в общем тут наготовили на мыли здесь у нас газовая плита в общем здесь всякие ножи у нас все эти штучки так ну и у нас дальше здесь еще есть отдельная зона можно разместиться хоть там 8-10 ровно наверное пойдем дальше и мы с вами попадаем в гостиную она же спальня здесь у нас есть стандарт наверное кондиционер мы попадаем в такую большую спальню здесь у нас шкаф есть мебель телевизор здесь мы уже разложили какие-то свои вещи здоровая кровать здоровое окно с прекрасным видом из него правда по утрам ворота какие-то непонятные галки офигенный диван все очень такое пахнет новизной все очень чисто очень здорово если что-то разлили это очень легко например на плитке все это собрать подмести небольшой кольвер это у нас ванная туалетная комната но здесь у нас в принципе как-то по стандартству душевая кабина унитаз раковина шкаф очень классно такая штука чтобы ночью не потеряться если свет будет выключен то она по идее должна загореться сейчас ей очень светло и так и самое интересное что у нас есть еще балкончик и где мы можем посидеть и покушать это у нас запасная эвакуационная дверь здесь у нас прихожая огнетушитель и мы с вами попадаем к прекрасному виду с третьего этажа с видом на мыс Тархан с видом на черное море вот такие у нас здесь здесь у нас есть для каждого гостя вот наш столик прекрасные очень мягкие удобные вот такие стульчики сушилка так что можно кушать можно готовить вот с таким вот прекрасным видом что это был такой небольшой ром-тур где мы остановились и нам очень нравится мы потихонечку готовим отдыхаем с прекрасным видом вот такой вид у нас открывается это местность прям не знаю славится какой-то своей природой здесь очень много птиц и и сороки и дятлы и галки самая такая прям особенность это местные голуби это дикие голуби они отличаются от наших обычных цветом они более светлые такие более белые более у них длинный хвост и и они просто постоянно постоянно как-то угукают постоянно орут и самое интересное они такое ощущение что начинают как-то это одновременно делать со своими там со своими друзьями они это делают одновременно одновременно заканчивают одновременно начинают и вот они постоянно утром начинают постоянно днем и их не ждешь не ждешь они а потом опять начинают и И особенность их еще в том, что они в основном где-то расположены уже наверху. Там либо на ветке, либо на проводах. К нам они залетают и садятся на кондиционер. И мы их оттуда гоняем. А это, кстати, отель Маурик. Здесь два года подряд останавливались. Но в этом году что-то они прям цены очень сильно завалили. Но у них прям такой лакши. Там бассейн есть. Но ценник такой нехилый. А напротив них, кстати, еще один отель. Я не помню, правда, как он называется. Вроде как замок Тарханкук. И там дальше еще был отель-усадьба Ларина. И здесь вообще люди очень любят строить, либо благоустраивать свои дома, либо свои усадьбы. Именно вот в таком а-ля стиле, чтобы был похожий на какие-то крепости, на какие-то замки. Очень интересно. В общем, они это разбавляют. Музыка. 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 Ну вот, друзья. Вот мы с вами на краю земли берег Черного моря, знаменитый обрыв в западной части Крыма. А там у нас вдали мистер Ханкук. Там у нас вдали чаша любви, малый атлеш, большой атлеш, маяк. Там у нас, как я говорил ранее, уже совсем уже другие страны. Турция, Молдовия, Румыния, Болгария. Ну, вот здесь такой прекрасный вид. И немного даже он чем-то ужасен, наверное, своим обрывом. И сразу вспоминаются какие-то там фильмы, где люди прыгают с обрыва, либо кого-то, например, сбрасывают. В этих краях были, ну, собственно, как и во всем Крыму здесь, были и греческие земли, и турки были. Вот. И эти берега видели очень многое. Кстати, здесь неподалеку затоплен корабль. И часть этого корабля была взята для стола, для барной стойки от отеля «Маврик». Друзья, я не знаю, насколько справляется сейчас ветрозащита, но у нас здесь ураган. Ночью было 32 километра в час скорость ветра. И на протяжении уже второго дня у нас очень сильный ветер и очень сильный дождь. Прямо сдувает и сметает с ног. В общем, вот такой вид у нас третьего этажа. Очень сильно гуляет ветер. Я надеюсь, ветрозащит исправляется. Вот такой вот у нас отдых. Плюс 18 в то время, когда в Москве сейчас плюс 30. Здесь ветер. Итак, друзья, поселок Марина. Мистер-Ханкук. Крым. И у нас непогода. Уже второй день. Идет просто сильный ветер. Ужасно сильный ветер. То, что сейчас вы видите, это слабый ветер. Ночью ветер доходил до 32 километров в час. Он сильный, очень порывистый. И мы живем на третьем этаже. И там просто, наверное, все это увеличивается раза в 3-5. Снизу еще более-менее нормально. Керчьи затопило. Ялта затопило. Но преимущество данной местности в том, что мы с вами живем на возвышенности. Собственно, по которой я сейчас и поднимаюсь. И здесь, собственно, затапливаться нечему. Так как это поселок. Здесь поля. Равнина. Единственное, что могут быть какие-то оползни. Но ближайшие дома находятся на безопасном расстоянии. Это порядка где-то 50-100 метров. Температура у нас упала до 18 градусов. Вот так вот мы приехали, в общем, в отпуск. Но не отчаиваемся. Я вот с собой взял штатив, укулеле. И вышел к морю, поиграл. Пока дождик немного стих. Мне самое главное сейчас успеть вернуться до дождя обратно. В общем, как-то так. Минус местных магазинов в том, да и вообще магазинов в Крыму, что оплата карты еще не во всех магазинах присутствует. Перевод тоже не всегда можно перевести. И ты, получается, вроде сбербанковской картой, с карты МИР. Но ты, по сути дела, ничего сделать не можешь. То есть здесь в основном нужно платить наличкой. Но чтобы тебе снять с карты наличку, тебе нужно идти в местный банкомат, за который ты еще заплатишь процент. А если ты будешь переводить с карты на карту, например, вот у нас сбербанк, мы переводим на их карту. Не помню, как она называется, но она тоже МИР. То ты также платишь комиссию. И тут получается какой-то замкнутый круг. В общем, нужна наличка. Так что будете собираться в Крым, снимайте деньги заранее и езжайте сюда только с наличкой. Деревня Марина входит в состав Черноморского района. В 15 километрах находится поселок Оленивка. В том направлении располагается поселок Куневка. Сама деревня Марина располагается вот в степях. Здесь занимаются сельским хозяйством, красносельским. А так здесь... А в противоположную сторону у нас... Но сейчас он не виднеется, но вот где-то там у нас Евпатория. В этом году прям очень много тины. Ну, бывает. Вот мы были здесь два года назад, в 19-м году. Берег был вообще наичистейший. Ну, собственно, и так видно, что вода, собственно, чистая. Ну, вот берег с тиной. И это такой дикий пляж. Во время прогулки ты можешь встретить там какую-то живность, там крабов, например, какие-то маленькие. Медузы. Немного медуз. Ну, собственно, их на самом деле мало. А где мы купались в Оленевке, так их вообще там не было. В продолжении улицы Морская здесь вот такие гостевые домики расположены. Но самое интересное, что они заброшены. А еще самое интересное, что трава внутри покошена. То есть это вроде как бы заброшка, но не совсем. Сюда много очень интересных вопросов появляется. Вообще очень уютные, очень классные домики. Дорогие друзья, отъехав от деревни Марина примерно 5 километров по берегу, мы с вами попадаем в песчаный пляж, но при этом он находится на обрыве. Это пляж дикий под названием Баунти. Рядом находится урочище морское. Ну, а этот пляж, собственно, славится своей дикостью, своим песчаным пляжем, своей чистотой. И у него очень мелкий заход. Порядка 50 метров вы идете только дойдя до уровня плеч. Так что очень классное место. И здесь, кстати, не так ветрено, как в Леневке. Вот вообще супер. А мы едем на катере, взяли экскурсию. Очень сильно шатает. Нужно держаться. В общем, сейчас мы посмотрим, что нас ожидает. Но пока впечатление очень прикольное. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok